Итак, третья партия началась. С вами Владислав Чижиков и Кирилл Широков и КНФ3, G3, Слон, G2. Да, я думаю, что не будет изменять себе Никита Петров. У меня даже в телефоне Никита Петров записан как 1.КНФ3. Да, ничего не меняется. Это, кстати, достаточно неприятная схема для черных. Ну, я имею в виду для черных я ее играю сам, но играю не из-за того, что она мне нравится, а просто потому что так сложилось. Так, а тем временем Вова Михайловский смотрит партию. Еще и Кирилл Широков подключился. Тут прям идея комментаторов. Алло? Алло, да. Да, ну и что у нас на доске? Ну, разновидность очередная КНФ3, я уже даже не знаю. Ну, вообще какая-то удачная, честно говоря. Прошлое столкновение в дебюте было более... Хотя тоже, на самом деле, Белым получил преимущество Никита, но не так быстро. Здесь, мне кажется, больше преимуществ. У него уже все фигуры вышли. Ну вот, в отличие от соперника, там, Слон, С8. Ну, на же 5, наверное, Слон ставит Слона, да? И выбивать на их 6, не скажешь. Ну, это то, что там пешка в каких-то вариантах сейчас теряется. Мне кажется, она должна везде отыгрываться. Ну, можно, наверное, да, КНД5 пойти. Ух ты, это что такое? Это зевок, что ли? Все? А все, что-то похоже все. Это зевок был, да. Ну, Никита Петров такие, наверное, вещи не прощает. Я думаю, он легко эту партию выиграет. И матч, скорее всего, заканчивается, да. Ну, как-то не оказал Никита Романовский в третьей партии. Ну, черными. Черными у него, Белыми он, в принципе, интересную партию сыграл. Ну, не скажу, что прям совсем равную. Но, по крайней мере, боевая партия была. То черными как-то он не смог справиться с этим дебютом. Да, ну, я, кстати, уверен в том, что будет четвертая партия, даже несмотря на то, что... Ну, тем интереснее, потому что... Счет стал 2,5 на полочек. Еще не стал, ладно уж. Ну, практически. Ну, а что, тут без качества? Ну, мало того, что без качества, так еще фигура Слонца 8 так и не вышла до сих пор. Можно играть некоторые позиции без качества и иметь хорошие шансы. А здесь проблема в том, что фигуры при этом еще не идеальные. А вот у белых очень удачная фигура. Я думаю, даже если качество поставить на F8, ну, а я имею в виду там вернуть, то у белых все равно будет давление неприятное. Потому что B6 не пойдешь, слона на E6 развить нельзя, то есть конь куда-то не идет. Конь E6 есть интересная идея. Да, вот допускают конь E6. А, нет, не допускают. Извините. Конь E6 это, конечно... Нет, просто если не было у коня на C6, то он E6 это интересный... Ну, интересно, только после слона бьет E6, там зачем это делать-то? Там на E7, что ли, в конце варианта, но это так... Не обязательно тактика. Тактика хорошо, когда равная позиция. Когда у тебя перевес, можно достаточно спокойно и без тактики. Ферзь B6 можно залезть куда-нибудь туда. Ну, ладью выкатить. Можно, ладья, до 1 пойти. А, ну вот, вот, видишь. Вот еще одна. Можно пешку съесть. Какой M7 я, кстати, видел. Ну, можно, да, пешку съесть. Я просто, на самом деле... Какой-то, видишь, приверженник того, что реализовывать надо жестко. Да это не так жестко, как он B7. Наоборот, попроще. Пытался сыграть. Не, Ферзь B6, мне кажется, как раз более такой ход был. Ну, хотя, ладно, с лишним качеством можно 300 способов. Ну, вот, слона он съест сейчас, видимо, этого опасного. Потому что мне не нравилось, что слон на E6 вышел. Я бы не пошел, наверное, к конь по 7. Не люблю давать. Слон D5, мне кажется, поинтереснее было. Ну, в принципе, небольшая разница. Тут уже везде плохо. Ну, надо съесть, наверное, на D5, на ладья, на D7. Я бы съел, а ладья, на C7 пришел. Ну, я имею ввиду, второй. Ну, да, и заехали там двумя. А, можно еще шаг сначала, да, вот так сильнее. Вот, ну все, здесь 1-0. Да, третья партия у нас получилась небольшая. Разгромная такая катастрофа. И переходим в четвертый. Спасибо. Спасибо.